В новогодних праздниках, самое главное, даже не сам праздник, а предвкушение и его ожидание. И сегодня я покажу вам наши адвент-календари и расскажу, как вы вместе с вашими детьми можете вести обратный отчет до Рождества и Нового года. Адвент – это христианская традиция, которая сейчас есть в католической церкви, в некоторых протестантских церквях. Христианская церковь предполагает, что верующие во время адвента готовятся к приходу Христа. В традиции адвента входит и рождественский венок, и арка, подсвеченная свечами. Но больше всего, наверное, вы знакомы с адвент-календарями. Календарями обратного отчета до Рождества, либо до Нового года, когда Рождество не празднует. И благодаря этому обратному отчету это время становится еще более волшебным и, что самое главное, запоминающимся. Специально для вас я собрала очень классную подборку адвент-календарей и в этом видео чуть позже я покажу вам ее. А сейчас я покажу те адвент-календари, которые я уже купила для моих детей и расскажу, как мы будем ждать Рождества вместе с ними. Если вы хотите получить все уроки марафона Новый год без забот и успеть с детьми больше до Нового года, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Я буду очень рада помочь вам подготовиться к Новому году без забот. Самые простые адвент-календари, которые вы можете купить, наверное, уже в любом супермаркете, это вот такие вот наборы конфет. В этой коробке есть окошечки такие небольшие. Вы окошечко открываете и там маленькая шоколадная конфетка. Таких окошечек у нас 24 по одному окошечку на день. То есть, начиная с 1 декабря, ребенок открывает окошечко, съедает конфету и он знает, сколько дней осталось до Рождества. Дети это очень любят. Вот у моих детей уже есть один такой календарь и, соответственно, для второго, второй календарь. Мы их повесим на стены и они будут каждое утро открывать и съедать конфетку. Но это еще не все. Когда я увидела в магазине вот такой вот адвент-календарь Лего, я не смогла устоять. Мои мальчики очень любят Лего и здесь тоже есть 24 окошка и в каждом окошке есть одна игрушечка. То есть, тоже каждый день будем открывать и доставать одну игрушку. И еще одна очень классная рождественская традиция, которую я узнала буквально сейчас, когда мы переехали в Канаду. Называется она «Эльф на полке». Вот такой вот эльф игрушечный каждый новый день декабря вплоть до Рождества устраивает сюрпризы для детей. Дети утром просыпаются, а эльф либо висит на елочке, в другой день он залез за конфетками, потом он лезет по камину или играет с игрушками на ступеньках, забирает конфетки, тягает машинку. И таких идей очень-очень много. Каждый день дети просыпаются и они видят, что эльф что-то такое интересное сделал. Вместе с эльфом в этом наборе у меня идет книга идей. Вот такие вот инструменты, которыми эльф пользуется. Ну и много-много вариантов, чем же занять его и как развлечь своих детей. Каждый день декабря эльф делает что-то новенькое. И это очень помогает создать классную рождественскую атмосферу для деток. А теперь я хочу показать вам подборку самых классных адвент календарей, которые я смогла найти в интернете. Я отправилась на Пинтерест и собрала там самые интересные идеи для адвент календарей. Давайте посмотрим. Очень нравится мне идея, когда есть палочка, на которую подвешиваются просто конвертики из красивой упаковочной бумаги. Туда вы гладите подарки, либо какие-то задания. Либо вы можете прикрепить веревочки, как на правой картинке, и прищепочками прикрепить конверты с вашими заданиями. Вешалка тоже отличный вариант подвесить ваши коробочки или конвертики. Или вот очень просто. 24 открытки, здесь в этом примере это картинки из жизни Христа. И там, наверное, тоже может быть маленькое задание, и каждый день вы можете переворачивать. Подвешивание на палочку наша любимая тема. Причем подарочки могут быть совершенно по-разному упакованы. Лего. Не обязательно покупать адвент календарь, такой, как я вам показывала, уже готовый. Вы можете взять лего и из него создать вот такой вот календарь с дверцами. Конвертики, в которые вы вкладываете маленькие записочки или карточки, на которых написано, какое задание сегодня нужно выполнить вам или детям. Справа вы видите чудесный адвент календарь, сделанный из плотных рулончиков, на которых наматывается туалетная бумага. Такие чудесные конфетки, а в них подарочки и задания. Либо, смотрите, просто коробки, которые составлены в виде елочки, и на переднюю их часть наклеена вот такая вот красивая елочка. Чудесные кубики. Справа очень классная идея. Вы заворачиваете каждый подарочек отдельно и подвешиваете один за другим. И потом просто срезаете нижний подарок. Каждый день детки открывают, смотрят, что там. Опять же, эти подарки могут по-разному выглядеть, быть запакованы в разную упаковку. Это будет тоже красиво и замечательно. Для фанатов вы можете испечь вот такой вот адвент календарь. Будет вкусно и очень интересно. Очень простая идея со сверточками, которые вы прикрепляете вот на такие вот петельки. Кстати, вы можете сделать такую основу для адвент календаря один раз и потом использовать столько, сколько нужно. Вы можете сделать целый городочек, раскроя вот этих домиков очень много в интернете. И в каждом домике подарочек и задание. Свертки из цветной бумаги упаковочной. Самое простое. Прищепочками прикрепляем к веревочкам. Вот это вот совершенно идеальная идея. Справа с этими маленькими лосиками. Это доска пробковая, на которую вы прикрепляете ваши пакетики. Здесь конкретно это такие конусы. Опять же, из вот этих плотных рулончиков, на которых наматывается туалетная бумага. Поэтому надо их хранить, не выбрасывать. И потом делать вот такие вот классные подделки. Вот это тоже гениальная идея. Слева смотрите, конвертики для ванной, в которую складывают всякие мелочи для ванной. Вы можете использовать как адвент календарь. Либо найти, как справа, какую-нибудь решетку из ваших кухонных принадлежностей. Либо это была какая-то полка, возможно. И на нее, как на основу, вы можете уже прицепить ваши карточки, пакетики, коробочки, конвертики с адвент заданиями. Спичные коробки тоже очень хорошо работают. Причем вы можете сложить их в одну большую емкость. Не надо ничего подвешивать. Очень просто и очень красиво. Пакетики упаковочные, бумажные тоже работают отлично. Опять же, красивая подставка, в которой лежат пронумерованные подарки. Опять лидер наших самоделок рулончики от туалетной бумаги. Делаете вот такой вот домик. Потом пробиваете каждый день тыльную сторону и достаете ваш подарок. Очень понравилась мне идея, которая слева. Когда вы берете вот такую форму для маффинов, закрываете ее с одной стороны. Вы можете прикрепить либо пластилином, либо специальной такой клейкой массой. Либо скотчем даже закрывается дверка, за дверкой какой-то подарок, либо задание. Очень тоже понравилась мне эта елочка красивая, деревянная, на которой разные совершенно сверточки. Свертки не обязательно должны быть похожие. Главное, чтобы где-то по цвету они были рядом, и тогда это выглядит очень красиво. Венок. Вы можете на веночек прикрепить ваши подарочки, ваши задания. Совершенно элементарная идея. Вы просто берете, распечатываете вот эти вот номерочки, с другой стороны пишете задание и красиво развешиваете на стену. Либо используете коробочки, в которые вы складываете ваши подарки, задания, нумеруйте их, украшайте. Новогодними украшениями просто и очень красиво. Жестяные баночки и бумажные стаканчики. Это просто гениально и очень дешево. И очень красиво. Вы можете купить уже красивые новогодние рождественские стаканчики и прикрепить их либо на прищепочке, либо на кнопочке, либо к пробковой доске. Как угодно. Красиво и очень просто и быстро. Кстати, вот замечательный календарь слева для взрослых. То есть просто взяты банки, они обернуты в цветную бумагу того цвета, как вам нужно, и пронумерованы. Все. Красиво, быстро, просто. Развесить ваши свертки с подарками можете, как справа, на кусочек лесенки. Это тоже простая гениальная идея. Вы покупаете серию каких-то игрушек, которые понравятся вашим детям, и каждый день они берут игрушку и открывают конвертик. Слева холодильник. Это вообще очень просто и очень быстро. Вы распечатываете карточки с адвент заданиями, прикрепляете красиво в форме елочки на холодильник. Просто быстро и красиво. Справа тоже очень хорошая идея. Конвертики, прищепочки, веревочки, спичечные коробочки. Очень просто, очень быстро. Можете использовать даже газетную бумагу, которая потом, вот эти вот треугольнички, они крепятся к пробковой доске. Либо можете потратить больше времени, делать вот такие вот совершенно очаровательные конвертики, в которых будут ваши задания. Либо очень просто. Опять горизонтальная палочка, на которую просто подвешены скрученные задания, и они опять же пронумерованы. Коробочки в форме елочки на стене. Очень хорошо смотрится просто ветка дерева, на которую вы развешиваете ваши подарки. Либо опять же, ваши конвертики, ваши записулечки, бумажечки вы складываете просто в баночку и аккуратненько достаете каждый день. Либо подвешиваете в шариках ваши адвент задания. Это же очень просто, очень красиво. Главное не лопнуть их заранее. Опять же бумажные стаканчики. Просто элементарно и очень красиво. Дальше вы можете не обязательно подвешивать и крепить ваши конвертики. Вы можете сложить их в красивый контейнер. И ваш календарь готов. Либо используйте палочки для мороженого, которые украшаете елочкой, подвешиваете. С другой стороны на палочке написано, чем же вы сегодня займетесь. Особое место в адвент календарях занимают книжные адвент календари. Вы берете 24 книжки, заворачиваете и складываете их столбиком в виде елочки. Если это будет еще какая-нибудь красивая упаковочная бумага, вообще замечательно. И каждый день вы с вашим ребенком разворачиваете одну книжечку и читаете. А если это будут еще рождественские книжки, новогодние вообще будет очень здорово. Адвент календари из ткани тоже очень просто делать. Вы можете нашить много карманчиков и подвесить их. Вы можете сделать вот такие вот красивые мешочки из ткани разнообразного размера. Опять же наши ветки с конвертами очень хорошо смотрятся. Можете из бумаги сделать конусы, либо даже взять упаковки из-под йогуртов, обернуть их в красивую бумагу упаковочную, и у вас готов красивый адвент календарь. А если вы, дорогие мои, хотите знать, чем же можно наполнить адвент календарь, я жду 300 лайков под этим видео, и тогда я буду знать, что вы хотите получить от меня сборник идей, что же положить в адвент календарь для ваших детей и для себя. Ну что ж, это были наши адвент календари и идеи адвент календарей для вас. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы делать адвент календарь для ваших деток, или, возможно, даже для себя, потому что взрослые тоже делают для себя адвент календари. И расскажите, какой адвент календарь вам понравился больше всего из тех, которые вы уже делали для ваших детей. Напоминаю, что для всех, кто оставит комментарий под этим видео, расскажет про свой адвент-календарь, я проведу розыгрыш ценного приза. Какого приза смотрите в инфобоксе под этим видео. Если вам это видео понравилось и было полезно, поставьте пожалуйста лайк, поделитесь с вашими друзьями, подпишитесь на мой канал, чтобы получить все 13 уроков нашего марафона «Новый год без забот» и узнать больше о семейном тайм-менеджменте. Спасибо вам большое за ваше время, буду очень рада вашим комментариям, узнать про ваш опыт адвент-календарей и до встречи в следующем уроке марафона! С вами была Света. Пока-пока!